Всем привет! Я Рита Мурадова и это мой канал на YouTube. И сегодня я решила поговорить с вами о женственности, о том, что мы воспринимаем как женственность, и о том, что у нас в России, в Украине, в других странах постсоветского пространства СНГ понимают под женственностью, в каких табу мы на самом деле живем. И для меня эта тема очень животрепещущая, потому что достаточно часто я сталкиваюсь с клиентками, которые являются заложницами этого женственного, экстра, женственно даже граничащего с сексуальностью образа, и им кажется, что ничего другого не существует. То есть если ты хочешь условно быть привлекательной для мужчин, иметь имидж такой женственной, красивой, интересной девушки, то ничего другого, кроме высоченного, не знаю, каблука с платформой, короткой юбки или экстра женственных летящих платьев не существует. И я решила сегодня об этом поговорить. Поговорить об альтернативных путях того, как можно быть женственной и не надевать 12 сантиметров каблуки. И в принципе поговорить о том, что значит женственность на самом деле и в чем она выражается. И у меня в принципе в этом опыт тоже есть. Не столь большой, как может у человека 100 лет, но тем не менее определенные есть, и я с радостью им с вами поделюсь. Поэтому, если эта тема вам интересна, давайте продолжать смотреть. С чего бы я хотела начать? Это скорее всего с того, что у нас почему-то, то есть когда ты путешествуешь по Европе, я, я когда путешествую по Европе, нужно говорить отличие от первого лица, когда я путешествую по Европе, я достаточно часто вижу девушек, женщин совершенно разного возраста, которым по фигу. Они одеваются так, как они хотят. У них есть какой-то имидж того, как они хотят выглядеть, что они хотят репрезентовать собой в обществе, и так, собственно, и одеваются. Достаточно часто, иногда даже не так. То есть, условно, если она женственная, она при этом все равно наденет какие-то джинсы, расхлябанные кеды, футболку, удлиненный жакет, например, это Париж, да, и все. И ей все равно. И иногда, безусловно, как достаточно часто можно увидеть в Америке, в основном даже не в мегаполисах, это перегибает палку, и женщины уходят уже в такое трешевое состояние, да, когда совершенно все равно на свой внешний вид. И это действительно выглядит достаточно часто, уходит в такую неопрятность. Я согласна, что это too much. И тем не менее, вот почему, кроме естественной красоты, почему говорят, что девушки вообще на постсветском пространстве такие красивые? Потому что, в первую очередь, наша основная фишка, мы намного больше действительно уделяем внимание макияжу, уходу за собой, своему внешнему виду. И это правда. И это говорю как человек, который в сравнении с другими странами действительно понимает, о чем говорит. Но, тем не менее, достаточно часто наши женщины уходят в отрыв просто в косметике, в одежде. И этим хотят подчеркнуть свою женственность. Почему, в принципе, я решила сделать сегодняшнее видео? Потому что относительно недавно, это буквально недели-полторы назад у меня был мастер-класс в Одессе. И я, ко мне подошла девушка на этом мастер-классе и рассказала о такой своей проблеме. И поделилась своим вопросом таким, потому что она уже зарекомендовала себя в определенном обществе женщиной, которая всегда ярко красится, у которой есть характерные какие-то элементы макияжа, там, длинные ресницы, стрелки, губы, всегда уложены волосы, всегда экстра-женственный маникюр, аксессуары, платье, все такое летящее или совсем по фигуре. То есть, безусловно, не экстрасексуальное, но очень женственно-летящее. И она поняла, что на самом деле, на данный момент, это уже не совсем соответствует иногда тому, как она хотела бы одеваться. Потому что я хотела бы, надеюсь, иногда, знаете, такие джинсы расхлябанные, кеды, футболку, без макияжа, забрать волосы в хвост и гулять по городу. Но при этом она начинает задавать себе вопрос, насколько люди будут уже воспринимать ее, как ее образ, и при этом она сможет транслировать джинсы, надеваясь все равно вот таким вот расхлябанным. И более кэжульным образом. И меня действительно каждый раз, знаете, повергает немножко в шок такой вопрос, потому что я искренне считаю, что, безусловно, мы транслируем через одежду то, что мы чувствуем, то, как мы хотим себе подавать. И тем не менее, достаточно часто женщины не понимают, что транслировать женственность можно не только через одежду, и особенно не только через каблуки и летящее платье, или бандажного типа юбки. Потому что женственность, она в том, как вы себя ведете. И я очень долго, на самом деле, общаясь с женщинами, общаясь в том числе и с мужчинами, изучала аспект женственности, изучала, что это такое, это женственность для мужчин, что это для женщин. Потому что достаточно часто женщины хотят для мужчин быть очень женственными, такими сексуальными, сдержанными кокетками. И вот что мужчины, например, когда я общаюсь с мужчинами, что они воспринимают как женственность? И, внимание, это действительно ответы очень большого количества мужчин. Во-первых, подача женщины самой себя. Как она идет? Насколько прямая у нее спина? Насколько уверен у нее шаг? Шаг? Шаг, мягкий. То есть она не идет, знаете, как Людмила Прокофьевна в сериале, а очень расслабленно, уверенно при этом. Как она разговаривает? Тарахтит ли она вообще безумно? И, знаете, одно дело, когда ты какую-то тему объясняешь, да, когда я вот в видео пытаюсь максимум выжить и не растягивать его на 40 минут. А другое дело, когда у вас совершенно обыденный разговор, и она безумно вообще продолжает говорить, 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 и не дает вообще ничего своему оппоненту сказать. Дальше, еще один очень важный момент, это то, насколько уверенно она себя чувствует в том, во что она одета. Что иметь в виду? Вот то, что мужчины достаточно часто говорят, мы сейчас с разных точек на это посмотрим, когда женщина надела, допустим, какое-то платье с глубоким вырезом или более короткую юбку, чем обычно, и она сидит, ножки собрала и пытается ее оттянуть, как-то постоянно поправляет это декольте, и видно, что ей некомфортно в том, что на ней надета. Другой вопрос, девушка в свободной футболке, опять же, джинсы, кеды, сидит спокойно, спина прямая, расслабленно, общается с вами, и при этом она может быть женственной, потому что женственность это не только одежда. Следующий момент, то, как девушка за собой ухаживает, и мы сейчас не говорим про макияж. На что мужчины, например, обращают внимание в плане женственности, это то, насколько ухоженное лицо, аккуратные брови, глаза, не знаю, какая-то не, знаете, пересушенная кожа, кожа губ. Аккуратные волосы, это не значит, что они должны уложены быть с тонной лака, просто аккуратные, а не какая-то жесть на голове происходит. И вот это действительно то, что важно для мужчины, когда он, например, смотрит. Безусловно есть какие-то там исключения, есть мужчины, которым нравятся исключительно девушки с сумасшедшей тонной макияжа, с уложенными волосами, и на высоченных каблуках. Но если вы понимаете, что вы всю жизнь не сможете выдерживать этот темп на найдение красоты по 2 часа каждое утро, наверное, стоит такого мужчину не искать, просто потому что будет достаточно тяжело. И тем не менее, основное, что мужчины постоянно говорят, это вот то, как девушка чувствует себя. Она должна себя органично чувствовать в том, что в ней надета. Очень короткие юбки тоже не внушают доверие, особенно мужчинам, которые, например, ищут более длительные отношения. Слишком глубокие вырезы, в том числе слишком яркий макияж, в том числе и достаточно часто мужчины, наоборот, делают ударение на том, что слишком яркий макияж иногда портит женское лицо. Мы не говорим сейчас о том, что нужно всегда ходить без макияжа, то есть с крайности в крайность подать не нужно, тем не менее. И помада, и сумасшедшие тени, глаза, голубые, что-то еще. И волосы, и чокеры, и сережки. Все вместе действительно смотрится too much. Что касается энергетической точки зрения, я сейчас об этом поговорю и скажу, опять же, из своего опыта и опыта людей, с которыми я общалась, вы можете это для себя принимать или не принимать. Женственность, она в какой-то момент селится у вас внутри, когда вы ощущаете, что у вас все хорошо, что вы себя действительно принимаете на 90% хотя бы такой, какая вы есть в любом весе, внешности, стрижке, цвете волос, без косметики или с косметикой. И вы начинаете себе больше заботиться в плане действительно о своем здоровье, и меньше о том, как вы выглядите с тонной макияжа, и больше о том, как вы выглядите без него. Как вы выглядите без купальника или без нижнего белья, или исключительно в нижнем белье, в купальнике. И не думайте о том, что нужно тонны вещей на себя надевать, каблуки, чтобы выглядеть красивее. Очень важный момент, который женственность заставляет расцветать, это то, чтобы мы чувствовали себя такой, чтобы мы чувствовали себя более расслабленной. Это какие-то и моральные, духовные, психологические практики, в которых ты понимаешь, что ты, это ты другого такого человека. Нет, ты женщина, и ты можешь быть женственной настолько, насколько ты хочешь, и для этого одеваться в сумасшедшую какую-то одежду, для того, чтобы кого-то привлечь или обратить на себя внимание не нужно. Можно сидеть в обычной джинсовой юбке, в полосатой футболочке такой, да, с длинными рукавами, на низком ходу в мюлях вообще, и при этом, допустим, нравится мужчинам или обращать на себя внимание окружающих, женщин в том числе. А можно сидеть на каблуках, в сумасшедшем макияже и в тоне красивенной одежды, и тем не менее, чувствовать себя изнутри очень неуверенно, и это выдает в основном. То, что помогает быть женственной, это внутреннее состояние и меньше внешнее. И для меня, например, очень важно, как девушка действительно себя подает, когда она находится в помещении, как она разговаривает. И то, что мужчины действительно говорят, большинство из этого правда. Внутреннее состояние очень сильно влияет на внешнее, невероятно сильно. Вы знаете, если вспомнить одежду, в которой, например, я познакомилась с Костей, то я была вообще, на мне не знаю, что было такое заметное, вот эта яркая помада красная, и все. Но прическа плюс не супер уложенная, джинсы, футболка, жилетка и туфли. Все, ничего сумасшедшего, все очень нейтрально в тонах. И самое важное, что было, это внутренний настрой. Очень многие мужчины чувствуют женственность в том числе и через позитив. Потому что, когда вы вот искренне позитивны, когда у вас все хорошо на душе, когда вы с таким же спокойствием и таким позитивом обращаетесь с другими людьми, это действительно женственность истинная. Поэтому я очень бы хотела, чтобы женщины меньше пытались за счет одежды, как стилист, да, странно это звучит, за счет одежды достичь женственности, а изначально достичь ее внутри, а потом уже транслировать то, что есть. И тем не менее у нас на постсоветском пространстве, которое я достаточно часто упоминаю, но упоминаю по причине, женщины закованные. Вот вы спросите, я постоянно понимаю эту тему. Женщинам всегда нужно подчеркивать талию, потому что должен быть этот силуэт. Как это? Свободный верх. А почему не надеть свободный верх? Почему не быть чуть более маскулинной? Почему не надеть жакет? Почему не надеть джинсы и кеды? Что в этом такого плохого? Почему у нас, у женщин, достаточно часто я вижу такой настрой на экстремальную женственность во всем и во вся. На каблуках в любую погоду. В Нью-Йорке вы когда прогуливаетесь, вы увидите женщину на каблуках исключительно в бизнес-уме, которая из кабинета в кабинет перейдет или там по улице быстренько вышла на ланч. Человека, который будет гулять на 12-сантиметровых каблучищах по Нью-Йорку, вы не найдете, потому что женщины пришли к тому, что им нужен комфорт. Если им нужны каблуки, они взяли их с собой, сами идут в кенах. И вот в чем дело, понимаете? Вот это внутреннее правильное состояние, умеренное, наплевать, оно очень важно, потому что вы чувствуете, что вы можете делать все, что хотите внешне, в меру, безусловно, и при этом оставаться женщиной. Никакая одежда и макияж не идентифицируют вас как женщину или не делают более женщиной. И никакое его отсутствие тоже менее женщиной не делает. И для меня это очень болеющая тема, потому что вот не первая девушка ко мне обращается с вопросом, а как я могу оставаться женственной, при этом не нося легкие шифоновые платья. Да пофигу вообще, что вы носите, понимаете? Самое важное, это как вы себя чувствуете. Я очень надеюсь, что рано или поздно девушки у нас на постсоветском пространстве действительно обретут вот эту вот внутреннюю уверенность в себе настолько, что они смогут позволять себе ходить хоть в спортивном костюме с кедами и с минимумом макияжа или вообще без него, и не чувствовать, что они менее от этого женственны. Вы извините, если это видео было слишком длинным, если на это видео зашло далеко в философские размышления. Мне очень важно этим видео открыть диалог, и оставляйте, пожалуйста, в комментариях под этим видео ваше мнение о том, что такое женственность для вас, что вы для себя поняли в женственности и насколько действительно одежда в этом играет важную или не очень важную роль. Я буду очень рада прочесть и ответить на большинство комментариев, которые поднимут эту тему. Я надеюсь, что я смогла донести немножко до ваших сердец то, что меня беспокоит и то, что я хотела бы, чтобы улучшилось у нас и у наших женщин внутри и внешне. Поэтому на сегодня это все. Я надеюсь, что это видео вам понравилось, оно каким-то образом было для вас полезным, а вам классного, крутого, вдохновенного, вашего и, знаете, такого очень расслабленного, честного с собой и женственного дня. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok